Знакомый звук бритвенных машинок и ножниц вновь можно услышать в салонах красоты. И не просто услышать, а воспользоваться услугами профессионалов. С 1 мая в Крыму возобновили свою работу ряд организаций и предприятий. Среди них парикмахерские и барбершопы. Ужасно заросло этот месяц, ничего не работало. И это, в общем, ждал с невероятным ощущением, когда они откроются наконец. Приятно ходить в барбершоп, потому что и встретят, и поговорят с человеком, и голову помоют, и все сделают просто супер. Такие услуги, как мужская стрижка, опасное бритье, фейт классика, кроп и андеркап – удовольствие не из дешевых. Стандартная прическа обойдется вам в полторы тысячи рублей. А вместе с коррекцией бороды и тонировкой головы это может стоить до пяти тысяч. Миллионам людей по всему миру не зазорно платить за стильную стрижку одну, две или даже три тысячи рублей. Постоянные клиенты ходят к своим мастерам. Так и ведущие барбершопы крымской столицы обрадовали всех возобновлением работы, но кое-что все-таки изменилось. Режим соблюдения правил самоизоляции – одно из главных критериев предоставления безопасных услуг. Расстояние между людьми – не менее двух метров, обработка рабочего места антисептиком, специализированная одежда – обязательные требования ко всем организациям. Банально маски, перчатки, головные уборы, халаты. Правда, немного неудобно, в маске все-таки дышать тяжелее. Здоровому человеку, в принципе, маска не пригодится, поэтому на качество это никак не повлияло. Неудобно, но ничего страшного, мы потерпим ради наших клиентов. Привычный образ барберов на время обновился. Помимо этого, существует ряд процедур и для посетителей. Запись на стрижку – только по предварительному звонку, ожидание строго на улице, каждому гостю выдается медицинская маска, производится дезинфекция рук и измерение температуры. Клиенты беспрекословно выполняют все требования, чтобы подстричься в любимом месте. Алексей Будников, Сергей Козырь. Утро нового дня.